Всем привет! Меня зовут Алексей Журавков и вы на канале декоративных покрытий для стен. И в этом видео я вам расскажу и покажу, как легко и просто наносить в технике восьмерка декоративную краску иллюзия графит. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые видео о том, как работать разными декоративными материалами. Первым делом мы занимаемся подготовкой нашего объекта, а именно проклейкой малярного скотча на все примыкания окон и потолков. Также, если у вас натяжные потолки, то набиваем профиль и заклеиваем его скотчем. Проклеиваем скотч на двери скрытого монтажа и полностью всю комнату, там где будет наше декоративное покрытие, грунтуем кварцевым грунтом, он называется кварц праймер нейро. При помощи велюрового валика закатываем в два слоя и получаем вот такое равномерное графитовое красивое покрытие, которое в дальнейшем имеет адыгезию специальную, то есть это мелкая такая шероховатость для нанесения нашей декоративной краски иллюзия графит. Вот наш утвержденный образец, это техника восьмерки и наш материал иллюзия графит. Это украинский производитель, торговая марка Эльф Декор, имеет вот такой темный цвет. И перед нанесением обязательно читайте инструкцию на банке и разводите материал на 5-10% для комфортности в работе. Инструмент, который мы будем использовать, это шпатель Marmarino Tools для набора 150 мм и венецианская кельма, тоже работаем Marmarino Tools 240. Можно использовать 200-ку, будут более маленькие, тогда маленький рельеф, точнее восьмерочки, либо 280-ку, будут тогда такие размашистые вот эти восьмерки. То есть тут уже смотрите, какой эффект вы хотите добиться. Важный момент, мы двигаемся вертикалями, куски приблизительно 60-80 см и сразу друг за другом идем формируем, чтобы материал вообще не успевал подсыхать. Тогда у нас не будет стыковки совершенно. Вот только он нанес и вот я сразу за ним, выходя на предыдущий слой, подкручиваю и опять захожу сюда. Тогда у нас рельеф смотрится как цельное полотно, без единственного, точнее без единого намека на какие-то стыки. Под поло ставим шпатель вниз и в разные стороны вот так делаем волнообразные движения. Кстати, для тех, кто только учится работать в такой технике нанесения, я рекомендую купить пластиковый шпатель. Вам гораздо проще будет это сделать. Либо пластиковая шайба с ручкой. То есть это вообще будет элементарное нанесение. Кельмой все-таки чуть-чуть сложнее, потому что с непривычки можно вот этими углами, когда вы наносите, зарезать материал. То есть тут надо чувствовать, когда ее кладешь на пузо, чувствовать, как она плывет. То есть я усилия не прилагаю, то есть вот она сама, можно сказать, плавает. Просто я ее направляю в виде восьмерки. Можно крутить кельму в разных направлениях и по-разному держать. Вот можно ее держать просто вертикально и крутить вот так. Можно ее держать вот так и делать ей как будто как лодочка плывет. То есть будут получаться разные рисунки. Мне больше нравится вот так прижимать и крутить вот этой частью. Вот. И получается такая восьмерка. И все время надо стараться перекрывать предыдущий след. Вот. Чтобы не было вот такой, как будто вы змею накрутили. То есть должна быть густота в рисунке определенная. Есть к этому способу еще один. Он более сложный. Когда материал начинает подсыхать, вы к нему возвращаетесь с чистой кельмой. И обязательно работать, чтобы была мочалка у вас, либо тряпка мокрая. Вы протираете кельму и еще раз уплотняете материал. Тогда он получается абсолютно без рельефа. Гладкий. И рисунок более мелкий. Но эта техника более сложная. Этому можно спокойно накручивать восьмерки. Делается быстро. Смотрится эффектно. Выглядит дорого. Аккуратно подстыковываем угол между фактур. Для тех, кто только учится, можем проклеить скотч на вот эту сторону. Это после высыхания. Но скотч надо использовать сиреневый для деликатных поверхностей. Для тех, кто уже в теме, то аккуратненько кельмой выводим угол и затем сразу же подкручиваем восьмерки. Я беру кельму и аккуратно краем, чтобы пальцами не коснуться к соседней стене. Оттягиваю, создавая рельеф. Вот. И у меня получились такие перехлесты. И теперь я могу отсюда на свой рисунок зайти и сделать максимально аккуратное соединение между слоями. Все. Также оттягиваю вниз. Докручиваю восьмерочки. Оп. И все. Наша стена полностью готова. Угол состыкован. И можем переходить на оставшиеся части этой комнаты. Доделывать красоту, сдавать объект, получать деньги. И жить долго и счастливо. И на дверях мы делаем все по такому же принципу, как и на стенах. Накатываем кварц праймер графитового цвета в два слоя. Один человек наносит. Ну, в принципе, можно и самостоятельно нанести. И сразу же формировать восьмерки. Не дожидаясь высыхания. Накручиваем. Стараемся очень аккуратно работать на примыканиях. Чтобы стык фактуры и алюминиевого профиля двери был максимально красивый. Не допускаем наплывов. Сразу же разравниваем все. И тогда конечный результат нас очень-очень порадует. Краска хорошего качества, стойкая к мытью, к механическим воздействиям. Так что в местах, где будут стоять замки и ручки, со временем абсолютно ничего с ними не произойдет. Ну и все. И потом распаковываем, цепляем дверь на петли и готово. Сразу после высыхания стены наносим материал на откосы. И также формируем наши восьмерки. Принцип такой же. Делаем очень аккуратное примыкание к двери, которая обязательно проклеена скотчем. И подкручиваем восьмерки. То есть тут сильно усердствовать не надо, чтобы рисунок не вышел сильно мелкий. То есть достаточно где-нигде восьмерочка, а в основном это вот такое волнообразное движение. Делаем сперва боковые части откоса. Они чуть-чуть подсыхают. И затем делаем верх. Там, где у нас мало слоя, можно сразу же подкинуть сырое по-сырому. И формируем рельеф. Вот таких штук нельзя допускать. То есть мы, вот видите, мы стараемся плоскостью кельмы сделать аккуратное вот так примыкание. И делаем рисунок. И тогда у нас комната будет смотреться цельно. Когда сделаны двери, откосы, стены такой фактурой. И все. И все. И все. И все. Продолжение следует...